Хорошо, давай. Чтобы выключились. Так, да, просто на всякий пожарный, если вдруг я вырублюсь, это потому, что у меня закончились батарейки. Хорошо. Ну ты полчаса не вырубайся примерно. Хорошо, посмотрим, как она будет идти. Просто я тогда потом на звук поставлю и всё. Да, мы можем склеить потом. Расскажи нам, Лео, привет, во-первых. Лейс и Джен, всем дружелюбный хай! Всем привет, чердака! Вот, я-то думал, это я живу на крыше. Оказывается, это Карлсон и Яна, которая живёт на крыше. Да, такие вот тоже есть женщинки, которые живут на крыше. Нет, я здесь не живу. Хотя здесь можно сделать очень даже неплохую ещё одну комнату, видишь? Тут много места. Тут, правда, паутины тоже много. Давно тут не убирала. Была какая-то такая советская песня, там что-то было, бла-бла-бла-бла, под крышей дома твоего. А, да-да-да. Ну вот, вот я под крышей дома моего. Да. Ты мне скажи, ты что в куртке-то? Ну, вот, как бы, немножко ветрено было. И, с другой стороны, мне ещё неудобно всё носить, как бы. У меня в куртке раз, два, три, четыре. Кажется, ну, можно сказать, что четыре кармана, как бы. Но поскольку в куртку ещё можно там как-то к ней всякие вещи прицеплять, то можно, ну, типа наподобие шести. То есть у тебя пирочный ножик, лопатка, там, топорик, что там ещё? Ну, типа того, да. Нам сейчас, у нас здесь куча народа... Фляжка. А, фляжка. Ну, фляжка у меня, как правило, с собой есть, да. Но она в рюкзаке, но там не, так сказать, какой-то разогревательный или горячительный напиток, а там самый обыкновенный energy drink. То есть если, как бы, если в очень длинном пути и, как бы, чувствуешь, что уже, как бы, ну, совсем глаза, как бы, заклеиваются и всё такое, то можно приложиться к energy drink и немножко, так сказать, себя energize. А ты не кофейный, да? Кофе не любишь? Да я люблю. Просто кофе – это нужно выходить, покупать, там, и так далее. А я хочу, чтобы прямо вот так вот на лету, как бы. Понятно. Так, что ты мне там прислала, расскажи. Ну, маленький-маленький лосик, как бы, но с таким, как говорится, по-английски caveat. То есть с маленьким... Ты про какого лосика? Я про ту ссылку. Ну, про фотографию. А, фотографию, ссылку, да. Короче говоря, да, кстати, почти тоже лосик, но только лох. Короче говоря, Хэммонд, Кларксон и ещё целый ряд людей. Я уверен, что, во всяком случае, мужская часть населения этой планеты сейчас полностью со мной. Все, кто хоть как-то... Ну, вот даже если у вас есть капелька, как бы, бензина в крови, вы все, как бы, сейчас со мной, знаете, о чём я говорю. И, значит, их следующее шоу, которое уже начали, как бы... Оно называется Lockdown. Lockdown. Так. Вот. Лох. Лох. Хэ. Буква Л-О-Хэ. Да, то есть это, естественно, идёт игра слов, да, именно со словом lockdown, да, то есть он по-английски, по-нормальному, ну, английское, как бы, слово, как вот закрывать, да, в закрытии, в заперти, как бы, это lockdown, а их шоу называется Lockdown. И называется оно Lockdown, потому что обычно они, как бы, ездили по миру очень много. Я думаю, любой из нас там помнит, как они там делали такие фантастические съёмки, например, у дамб, да, когда там машину вниз кидали. И, ну, как бы, ежу понятно, что, как бы, там такая высота была, ну, наверное, метров сто, может быть, или что-то такое, да, то есть, ну, просто в Англии таких вот перепадов весот просто не существует, да, и даже с трудом представляется, что столь резкое в Шотландии, потому что всё-таки достаточно небольшие, как бы, горы, а там явно какие-то очень высокие были, но потом они ездили же очень много, они по всему миру были, они там в Африке кучу раз снимали, там в Австралии, в Азии, то есть с ними такие очень прикольные программы были, по всему миру, и они ездили на машинах. И, как бы, ну, одна из их фишек была, там, взять какую-нибудь дико разбитую машину, как бы, и катануться на ней. А, как бы, Кларксон, он, в принципе, такой заводил, даже немножко задирал, как бы, вот, он над своими двумя спутниками, довольно-таки, сказать, прикалывался постоянно. Но он, кстати, между делом, помимо организации вот этого программы, вождения машин, всё такого, там, нескольких девушек, большого количества детей, небольшого замка и прочего-прочего, он ещё успел книжки писать. Вот, так что, как бы, он очень, так сказать, был такой, скажем так, энергичный человек, но выкинули его с BBC после того, как помощник приносил ему в пятый раз вместо чая какую-то хрень, и он потом этому помощнику на голову кружку одел. В общем, типа того, там, ну, я, может быть, там, вот, как бы, ну, может, он там в четвёртый раз пришёл, ну, вот, типа того, что-то там, в общем, он там из еды не то принёс, и он там потом на голову это одел, короче говоря. То есть рассказываешь про какую-то программу, я так поняла, о которой должны знать все мужики. Ну, как бы, ну, допустим, вот Шумахера, ты знаешь? Ну, да, лично нет, но... Ну, ну, вот, как бы, в принципе, если мы по Формуле-1 мы берём Шумахера, то чисто такие автолюбительские программы, то я бы однозначно сказал, что она по всему миру, это номер один. Это, как бы, скажем так, там мы очень много женщин смотрели тоже, которые любят автомобили, как бы, у нас, кстати, и чемпионки мировые, как бы, в Швеции именно по автовождению есть. Они, значит, выигрывали ралли Париж-Дакар в общем вот этом вот раскладе. Anyhow, в общем, короче говоря, для тех, кто любитель машин, как бы, автолюбители, она достаточно такая интересная. То есть понятно, что она такая, как бы, с немножко загибом в экстрим, да, то есть я не думаю, что кто-то из нас собирается бросаться там с высоты 100 метров около дамбы и на такой бэнги-джамп, как бы, да, вниз на машине бросаться. И многие-многие из тех вещей там, типа, по каким-то диким африканским там племенам ехать где-то, вот, нет. Но интересно, очень интересная программа. Но их сейчас заперли. То есть это очень такие подвижные, живые мужики. И у Кларксона у него совершенно такая вот в своем роде не британская психология. То есть у него что-нибудь такое вот, как бы, построить, забабахать, как бы, вот, ему нравились очень такие, как бы, большие проекты, и особенно инфраструктурные, да, там, где там, ну, дома какие-то большие строили, или интересные корабли, там, или еще что-нибудь такое. То есть, как бы, вперед, вперед, чтобы двигалось. Не как вот там во многих вещах в Британии, как бы, это достаточно как болото. То есть оно, ну, может быть, помимо Лондона, оно практически стоит на месте. Оно очень мало двигается, что куда, как бы. Ну, правда, индусы-арабы приезжают, но за исключением этого, как бы, там особого движения нет. И, как бы, вот у них, как бы, их заперли, да, вот этих вот, как бы, мужиков. Ну, и, как бы, особенно Кларсон, это явно было-то, как в клетке льва заперли, как бы. И он начал придумывать всякие там выкрутасы, как придумать что-то интересное внутри самой Великобритании. Вот он и придумал. Лох-даун. Ну, слово самое гениальное. Лох-даун. Слушай, а что в той статье, как обсуждают, что пишут по этому поводу? Ну, там самые разные реакции, потому что, конечно, люди понимают, что это, как бы, это мегаприкол. Это, как бы, своего рода издевательство над системой. Наверняка много русских, да, там тоже в Лондоне и в том же. Да, да. Ну, опять же, там, как бы, есть такая фишка, как бы, которую, может быть, не все понимают, да, но в Восточной Европе, особенно на, ну, таких вот простых мужских, скажем так, рабочих местах, да, там, типа мы говорим там о стройках, каких-то небольших предприятиях и так далее, там очень часто собирается восточноевропейский коллектив. И язык, между которым люди на собой разговаривают, да, там, это и эстонцы, и литовцы, и латыши, и русские, и украинцы, и белорусы, и даже болгары, язык, на котором люди между собой общаются, это русский матерный. Вот, это, как бы, такое вот стабильно просто, то есть, вот, мимо таких мест проходишь, и я не знаю, почему, ну, просто так вот как-то произошло, да, что, вот, как бы, ну, что на шведском, что на финском, что на, там, литовском, латышском, все ругательства, они такие достаточно мягкие, да, там, ну, типа, черт на шведском, это достаточно такое сложное ругательство, такое грубое, там, да, там, а в русском, там, и так, и сяк, и так далее, да. И очень часто слышишь, да, внутри, как бы, речи там и, скажем, ну, финнов иногда бывает, но очень часто, во всяком случае, у прибалтийских народов, что посреди, скажем так, их разговора идут ругательные русские слова, как бы, то есть, и когда... У меня ребеночек тут играл в игру очередную, и я слышу, он играет, я говорю, с кем ты, с какой страной, с каким-то мальчиком, Германия, и слышу, тот говорит, ты, типа, шпрех из-за дойчи, мой сын говорит, не, я не понимаю, типа, по-английски, по-французски или по-русски, и тут он сидит у меня красный такой поворачивается, говорит, мам, он знает несколько русских слов, я говорю, каких, и он все их выдал мне, ребенок 10-летний. И вот все эти слова мне выдал, это вообще прикол. Но я, конечно, получил внимания, чтобы он их не запомнил, как бы, вот так. Но... Ну, опять же, вот очень много людей, которые, ну, может быть, не изъясняются этим языком, но достаточно четко о чем понимают, о чем речь, это те, кто учат борьбу, например, да, то есть там очень много людей, которые там, типа, ну, наши шведские, как бы, с ними борются, да, потому что есть, как бы, достаточно, ну, не то, что очень, но неплохая школа борьбы здесь в Швеции тоже есть, и, как бы, когда наши с ними борются, там, какой-нибудь, там, борец из Германии, какой-нибудь, там, Арсен Иванишили, и он, там, и тоже материнца по-русски. То есть они борются, да, он его там перебрасывает, а потом этот мужик, как бы, у меня спрашивает, ну, вот, он говорит, мы сейчас тут на соревнованиях боролись, и он мне что-то там такое сказал, знаешь? Я говорю, ну, да, знаю, но вообще-то это не по-грузински, это чисто по-русски. Вот, а так вообще, как бы, ну, я не знаю, там, вот, ну, вот, я не знаю, мне интересно, почему, кстати, так получилось, потому что, вот, действительно, очень-очень ходовой, как бы, образец языка, да, там, с которым реально строят, как бы, северную Европу, это русский мат. Вот без русского мата здесь бы ни одной стройки не состоялось. Какие-то, имеешься на строителей, что ли? Ну, как сказать, вот у нас строители, ну, в огромной степени из Прибалтики, да, то есть именно, особенно такие, чем проще работать, тем больше, да. У нас и, и, как бы, часть техники оттуда пригоняют, как бы, да, там, вот, у меня одну хреновину строили буквально практически под окном на работе, там стоял такой здравый экран, назывался Каунас Краунас, да, прямо написано. И там буквально такие, вот, как у них там, типа, значит, которые работают, вот, именно, сами что-то строят, как бы, и таскают, это, как бы, литовцы-латыши, а потом, значит, к ним какие-то, типа, прорабы приходят, которые, ну, так, судя по видам, это какие-то поляки, да, то есть поляки что-то там, типа, потом те, которые грузовики припирают, это Словакия или Болгар, ну, завозят, как бы, товар, да. Потом женщины какие-то ходили, которые там, ну, что-то там убирают, стирают, там, в общем, помогают им как-то там, они какие-то были, типа, босники, да. Ну, и практически, как бы, реально, что вот там, ну, много людей, как бы, которые, скажем так, за 40, и некоторым сильно за 40, а некоторым и за 50, а бабушки, которые ходили убираться, я бы сказал, что, наверное, все-таки за 60, как бы, да. И между ними, в принципе, как практически единственный, как бы, такой рабочий язык, это был в основном русский. Понятно. Но не сказать, что русский-русский, а все-таки, вот, действительно, ну, как бы, реально русский мат, там, через слово просто, там. Бабушки-бабушки, оказывается, поехали, а мы-то думали. Не, они боснийки были, они боснийские, как бы, не русские, а боснийские. Но русские там тоже иногда попадаются, но русских у нас мало, как бы, редко, вот, по крайней мере, из России русских. Из других стран, да, там, из Прибалтики, из Украины, а из России сюда так вот достаточно сложно попасть, и нужно какими-то особенными науками обладать, да, то есть на всей территории Швеции 10 тысяч, да, то есть это, как бы, ну, там, учитывая, ну, насколько близко, как бы, находятся страны, да, и особенно учитывая, что территории туда-сюда обратно переходили, там, некоторых земель, то это, как бы, ну, просто невероятно низкий, как бы, процент. У нас труднее встретить русского где-то в каком-то городе гуляючи с русской речью, нежели даже в наших вот этих селениях, у нас здесь куча русских. Скажем так, если мы говорим россиянина, то да, человека из России, а если это, например, русскоязычные откуда-то из Прибалтики или русскоязычные, там, с Украины, или русскоязычные, там, ну, как сказать, ну, понятно, что у каких-то людей, как бы, у них, допустим, два языка, там, ну, они вполне могут себе говорить по-белорусски, если им надо, могут говорить по-русски. Здесь, как бы, особенно, ну, не так уж много людей, с кем там по-белорусски, например, говорить, и там, ну, есть, конечно, небольшие группы людей, где по-украински говорят, Но все равно значительная часть общения внутри группы, когда группа интернациональная, они идут на русском языке. Но есть такая фигня, что как восточно-европейскую тусовку не склеивать, все равно она на русском разговаривает. Так и сяк, но бесполезно. — Слушай, скажи мне, сейчас весь мир готовится к 1 сентября, ну и вообще не к 1 сентября, а в основном к 15 августа, потому что там все страны сейчас европейские собираются в кучку и всякие раздают им рестриксиум меры. У вас-то что, все по-прежнему так же свободно? — Знаешь, как бы сказать, вот еще есть такое сильное ощущение образовалось, что у нас как бы ну немного есть, как бы что полегче, да, что вот информационно именно в плане информации, да, потому что как-то люди обращаются, там что-то пообщаться и все такое, да, там как бы поговорить насчет того, куда я, опять же, я просто сейчас слышу, да, есть как бы немало людей, ну как бы которые там в пенсионном или предпенсионном возрасте, да, у которых чуть побольше свободного времени, и как бы сейчас идет разговор о том, что как бы вот если ехать из Германии как бы на осень, да, в Испанию, например, или там в Италию, или куда-то там, ну не может не в самую южную как бы Италию, потому что там сейчас пожары, но вот в Италию или в Испании, то именно сейчас надо валить как бы, ну или на вот этот вот Азурный берег, или как он там, Лазурный берег, то типа сейчас вот именно надо валить из Германии, потому что говорят, что, в общем, короче, там уже по полной программе готовят вот этот вот четвертый вариант, да, и все закручивать будут опять, то есть очень сильно как бы такой гул, то есть еще я не могу опираться на какую-то равноценную как бы информацию, но вот такой сильный гул идет, что опять в Германии что-то там собираются закрывать, и как бы, что я слышал, во всяком случае, да, что в Испании там, да, там вот это вот, что в масках обязательно гулять и все такое, но во всяком случае там людей выпускают как бы, да, а в Германии, ну там часто бывает, что закрывают полностью вообще как бы, а сейчас в Испании... А в твою страну, в твоей стране все так же стоит нечего никаких звуков по этому поводу? Ну, понимаешь, как бы, ну есть какая-то такая вот штука, да, что как бы как-то то ли информация у нас свободнее ходит, то ли есть какой-то такой вот более свободный настрой, что ли как бы, но с одной стороны идет информация, информация у нас тоже идет как бы информация о том, что да, вот надвигается четвертая волна, и да, как бы, возможно, будет возможность, чтобы детей как бы, да, но это даже про взрослых пока еще никакой формы обязаловки нет, да, и как бы... Вход свободный везде? Да, вход везде свободный, все, как бы сейчас, опять же, столько народа по народу, что куча очередей как бы, переполнены все эти универмаги, народ затаривается там всем, чем ни попадя, потому что, ну вроде бы, с одной стороны, вроде бы это какой-то бред, да, да, но в Швеции еще более-менее с этим неплохо, а в других местах еще хуже, да, что есть такие вещи, которых не хватает, то есть, например, я знаю и Шкода, и Вольво, и другие там места, они останавливали производство, потому что не хватало запчастей, то есть спрос настолько большой на продукцию, что временно возникали как бы перебои с продукцией, потому что не хватало как бы запчастей для создания нужного количества автомобилей, и в первую очередь речь идет о чипах, электронные чипы, которые производят, насколько я помню, на Тайване и в Китае, то есть, это две основных таких вот страны, Тайвань, Китай, и каким-то таким образом так все сложилось, что они в основном все это загробастали себе, и новые как бы вот в этом плане фабрики начинать, это очень-очень сложно, и это как бы настолько, ну, в общем, сложный процесс, нужны большие там инвестиции и очень-очень высокие как бы требования к качеству, и поэтому, когда доставки этих чипов нет, то начинаются проблемы как бы, да, ну, и сейчас как бы в целом как бы по всей стране тоже такое ощущение, что как бы Норвегия, да, ну, соседняя страна вообще как бы, ну, по сути практически раньше это был один народ как бы долгое время, то есть, ну, в 905 году как бы разделились, 1905 там, но вполне как бы, то есть, когда телевизионные программы и так далее, мы разговариваем как бы на одном языке, то есть, они на своем, мы на своем, но полное как бы работает взаимопонимание, и там сейчас вот началось вот это вот у соседей как бы, вот это вот, что те, где был как бы жесткий локдаун, это нужно все эти меры оставлять, те меры, которые существовали, во всяком случае, там, где было более-менее нормально, их не будут ослаблять, да, и их будут закрывать, то есть, соседняя рядом с нами страна, ну, очень сложно поверить, что вот вдруг каким-то таким магическим способом, да, в Швеции, ну, очень сильно отличается от того, как это там, да, просто явно совершенно, что совершенно другое восприятие у властей, то есть, здесь у властей восприятие, что мы все равно будем страну в нормальном состоянии держать, и нам как бы, ну, пофигу, да, то есть, даже когда очень сильно начинают давить, то постоянно пытаются как-то увильнуть, там, провилять, как бы, еще что-нибудь такое, как бы, а как-то вот у норвежцев или сами хотят, или не получается, но вот какая-то такая фигня, да, что разница, она и раньше была достаточно большая, сейчас уже вообще становится огромная. Понятно, ну, где мы, вот, я простой человек, и мои подписчики, и где Вольво, мы как бы не об этом, мы про то, вам говорят, там нужно свечки закупать, там, спички, соль, сахар, фуфу, слухи ходят такие или нет? Ну, это у нас было, как бы, ну, это у нас скорее был 2019, кстати, год, не 20, а 2019 год это был, у нас, как бы, нам рассказывали, там, по радио, там, телевидении и так далее, была достаточно такая большая медиа-компания, называлась «Если завтра придет война», «Ом кригит ком маримон», ну, то есть, «Если придет война», как бы, да, и эти брошюры раздавало Министерство гражданской обороны, и там было написано, что, да, нужно собрать себе, как бы, там, батарейки, радио, которое, как динамо-радио, да, что нужно сделать запасы, там, ну, типа, крупы, консервов каких-то, аптечка, еще что-то такое, как бы, и знать, где там, типа, ближайшие... Верни, пожалуйста. Мамо-радио, это интересно, это что такое? Ну, это когда, вместо того, чтобы батарейки, ты рукой мог крутить, и оно работало. А, то есть, имеется в виду, работало как радио или как фонарик? Ну, это, в принципе, технология, это одна и та же, это, как бы, динамо-машина, как бы, она может быть на велосипеде прикручена, как лампочка, она может вот так вот рукой, может, как, ну, как фонарик, и по такому же принципу может работать и радио, как бы, это электричество. Надо мне посмотреть, пока не закрылось все. Да, а это у нас было, там, в 2019 году, и, как бы, это было достаточно все так интересно. Опять же, сейчас такие, как бы, тоже прикольные новости поступают, как вот из каких-то фильмов, помнишь, Mad Max такие фильмы, не знаешь, нет? Про то, что очень-очень известная такая классическая серия, которая на целую, как бы, эпоху в кинематографе повлияла, особенно, что касается фильмов различных катастроф, называется Mad Max, всем, кстати, рекомендую. И там достаточно большая часть этого произведения происходит на мотоциклах. И сейчас, не с того, не с сего, нас объявила, опять же, гражданская оборона, что мы будем внедрять подразделения на мотоциклах. И это, в принципе, достаточно забавно, потому что у нас Швеция, ну, как бы, все-таки по населению, как бы, вот такойсенькая страна, у нас всего, как бы, 10 миллионов, да? Но у нас есть огромное, как бы, производство истребителей, ну, то есть военных самолетов-истребителей. Называются они ЯС, ЯС Гриппел. И, как бы, есть еще различные, там, подводные лодки и военно-морские корабли, как бы, да? И когда начинают вдруг говорить о мотоциклах, то это, как бы, немножко другой полет. И сразу, ну, как бы, чисто логически, то, что первая мысль, которая приходит, это, ну, вроде как, вот, да, вот, если подумать, да, то полиция что будет использовать, если, например, говорят о лошадях и, например, о каких-то подразделениях на мотоциклах. Ну, понятно же, что это, как бы, против людей. То есть ты, ну, не попрешь ты на танк с мотоциклом. Мотоцикл — это, в первую очередь, то, что ты будешь использовать, скажем, для разгона людей, там, для какого-то, ловить кого-то, там, еще что-то, как бы, вот. И, конечно, это все особенно забавно, да, там, на фоне всего того, что сейчас происходит в Литве, когда им, там, пачками стали, там, как бы, попадать, там, кто-то из Ирака и еще из других, как бы, стран, да, там. И как будто, ну, немножко появляется такое подозрение, что, может быть, у нас тоже к чему-то готовится. Смешно. Ну, просто, понимаешь, у нас раньше были, реально. Детей во всех ситуациях. Не, ну, понимаешь, у нас раньше, как бы, у нас, ну, как сказать, ну, у нас армия, она, конечно, она красивая, она хорошая, она, как бы, всех накормит и напоит, но, как сказать, шведские войска, в принципе, иногда это бывает достаточно забавно, потому что у нас, ну, не помню, там, очень-очень долго были, например, велосипедные войска, да, там, то есть мы уже говорим, когда, там, истребители, вся фигня, там, то есть, по-моему, это были 80-е годы, да, там, когда закрывали уже, ну, начали закрывать велосипедные войска, да, там, ну, типа, отрабатывать велосипедный маневр, вот, поэтому, как бы, и есть... Гироскутеры скоро будут. Что? На гироскутерах или на айсах, знаешь, как они? Самокаты электронные. Да, 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 на самокат точно, да, вот, поэтому, конечно, ну, есть, есть, конечно, у нас реальные такие подразделения, это, например, те, кто прошел Афганистан, те, кто прошел, там, еще некоторые места, где там, ну, так, то есть наши воюют в Мали, и Мали уже это, и Мали, и Афганистан, это совсем уже, конечно, не детские дела, но в пропорции, как бы, от общей армии, то есть за исключением тех, кто воюет за границей, как правило, шведская армия, это достаточно такая, как бы, ну, очень спокойная фигня, как бы, вот, потому что, как бы, там, ну, во-первых, в основном все-таки людей очень, ну, часто раз около дома, да, как бы, ты служишь и отпускают, как бы, на выходные, да, домой. Уже, как бы, сразу такие вот вещи, как бы, да, там, и важные, как бы, ну, вещи, как бы, да, при, без которых просто невозможно, как бы, представить маневры шведской армии, это, как бы, туалетная бумага, биотуалет, как бы, ну, как это без этого, это что за фигня такая, кто так может воевать, и все-таки воюем с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье домой. Класс. Ну, ну, то есть, как бы, опять же, да, сейчас приехала куча иностранцев, как бы, и им, они ходят, ходят, по лесам начали ходить, ну, всякие там немцы приехали, там, еще какие-то такие вот люди, которые вот это вот им, им, как бы, в прикол, что у нас такая огромная природа, да, ну, то есть, как вот, у нас, ну, реально часть, значительная часть Швеции, она вполне себе как сибит, да, не по размерам, естественно, а по климату, и они там начинают ходить, бродить, там, все такое, и им объясняют, как бы, м? Грибов, по-моему, они бывают. Ну, грибов тоже, да, и олени есть, и лоси, и всякие там бамби, как они там называются, бамби, это, что такое, как, ну, в общем. Пятнистые олени, косуля. Во, косуля, точно, да. Вот, и сейчас всем, всем вот этим вот людям объясняют, что когда вы все-таки это самое, нужду справляете, то это в Швеции делается так. Сначала вырываете ямку, потом делаете то, что вы хотите, потом прикапываете это сверху землей, все, и идете дальше, как бы, а не так, чтобы там туалетную бумагу набросали, свое дело сделали, и все это лежит вот так вот, как бы, да. То есть листиком нельзя прикрывать. Ты завис. Наверное, разрядился телефон. Слушай, давай сейчас что-нибудь напоследок запишем. Да, слушай, я просто хочу сказать, что вот та вот новость, которая до этого была, да, что оно, в принципе, просто вот, я понимаю, что я об этом уже сказал, но как бы, что вполне, скажем так, легитимное агентство новостей, это как бы, которое вот CNBC, да, и та вещь, которую я до этого говорил, да, что она тоже не откуда-то с потолка взята, а что это, как бы, автонбладет, не знаю, насколько видно, вот оно, автонбладет, то есть что, опять же. Ну да, это ты мне понеслал первую, которую просто. Да, когда я вот прочитал, как бы, о количестве заболевших, о количестве больных, что это было не откуда-то там вот с потолка взято, да, а что это именно вот об этом. И, значит, что сообщает, как бы, господин Тегнель, то есть вот этот вот мочалок-командир, там видно, не видно, вот он, да, вот, Тегнель, Андреш Тегнель, он говорит, что как минимум, да, до конца сентября работа по домам, да, то есть как минимум до конца сентября вот эти вот, как бы, люди, которые, офисные работники, которые могут работать по домам, всем работать по домам, да. Ты можешь работать по домам? Ну, посмотрим, я не знаю, как оно все будет, но, может быть, может быть, возьму часть отпуска как-то разобью или еще что-нибудь придумаю, посмотрим. Но не суть в этом, суть в том, что, как бы, нас призывают всех работать по домам, вот, и как минимум до конца сентября. Значит, если для нас, как бы, до конца сентября, то нужно приготовиться, что, ну, очень вероятно, что в других странах это будет куда как более жесткой формы. То есть, если у вас этого еще нет, то, скорее всего, до конца сентября у вас что-то тоже очень скоро появится. Нам бы до начала дожить, а то тут всякое говорят, что с 15-го там вообще что-то будет непонятное. Ну, я просто, как бы, читаю то, что вот этот вот, как бы, умывальников начальник сказал, как бы, вот, и статья, как бы, с его прямыми цитатами, то есть нет оснований подозревать, что там что-то вот хоть в какой-то мере не так, потому что достаточно серьезный такой вот орган, как бы. Давай заключительную фразочку скажем, а то у меня тут это уже, ну, это, кушать хочется. Хорошо. Лейзен дженс, всем бай-бай! Всем пока-пока! Мы тоже отправляемся кушать, и Лео тоже, да, наверное? А у нас с тобой разница, во времени или нет? Война, война и обед по расписанию! Ну, у нас уже не про расписание, а мы даже, это, мы забыли, задвинули, короче, донесли. Загулялись. А у нас одинаковое время-то, я не помню, со свеции. У вас сейчас почти 21, правильно? Да. Да, здесь то же самое. Но иногда бывает, что есть немножко время другое, когда начинается зима, вот это вот там зимнее время, вся фигня, и у вас же там, я не помню, то ли у вас переходит, то ли у вас переходит или нет? А, да, да. И у нас тоже. А с Англией... В Россию не переходит. У вас не переходит? В России не переходит. А, в России не переходит. Но вот с Англией у нас почему-то, как правило, то одно время, то плюс один, как бы, то есть вот у них на час больше. Ты с Англией как-нибудь... Они тоже не переходят. В Англии тоже не переходят? Наверное, раз у вас так. Ну, я, опять же, не знаю, по каким причинам, но часто у них, как бы, время разницы с нами на один час. Почему, не знаю, как бы. И вроде как не всегда. Как у вас погода-то напоследок? Кайф. Погода кайф. Ну, где-то так, конечно, хотелось бы чуть потеплее, потому что градусов 19-20, но так солнышко очень много. У нас вообще практически никогда не бывает так, что жара. Ну, не существует этого, как бы, да. Даже когда очень тепло, то море рядом, ветерок обдувает, как бы, и вот вообще какие-то вселенские пики, это может быть, ну, 30, ну, 31, это уже все вот просто. Вот вам сам Бог велел соплей болеть, а они болеют. Да, болеть соплей. Ну, я имею в виду, что простывать вот так вот каждый раз, потому что сквозняки, холод, понимаешь? А соплей не болеете. Ну, что ж такое-то? Нет, конечно, спасибо тебе, друг. Спасибо тебе, друг. Ну, кстати, интересный момент, что я знаю, как бы, некоторых людей, которые, как бы, болели, да, и там какая-то такая фигня. Я не знаю, почему. Ну, опять же, вот тоже, как бы, выясняют в Швеции, да, есть много людей, которые, как бы, переболели вроде как этой фигней, да, и у них очень долго играющие последствия, да. То есть, вот, как бы, я знаю, как бы, людей, которые, как такое вот бытийное здоровье у них было, да, а когда произошла эта фигня, то их сильно подломало, как бы, да, и последствия идут... Соплей. Ну, фиг его знает там, что там на самом деле было, как бы, я, скажем так, там, знаешь, еще неизвестно, может, и лечение или еще чего-нибудь там, как бы, хрена узнает, но не суть важна. В любом случае, врачи констатировали, что вроде как большая сопля произошла, а после этого люди некоторые болели месяц, некоторые два, и некоторые по полгода. И что там на самом деле, конечно, очень сложно понять, как бы, но факт остается фактом, что есть такие люди, которые очень сильно, как бы, болели после того, как у них констатировали вот эту вот соплю. А что там, от чего там на самом деле, чем им там лечили, как бы, и так далее, да? Кто его знает? Ну да, мы не можем это знать. И когда мы все узнаем, неизвестно. Да, да, когда нам все это собираются сказать. Но в любом случае, я думаю, что просто самых там, вот сейчас уже вот эта вот третья вещь, да, там, которая появилась, о том, что 39% эффективности, да? То есть даже по официальным данным, совсем уже черным, по белым, что, ну, практически, что какая-то вот такая вот лотерея, жребий, ну, фигня, короче говоря, да? Это, значит, по официальным данным, да? Так, хорошо. Эту часть, кстати, мы с тобой не записали. Это тогда, когда мы с тобой разговаривали, не записала. Скажи еще раз про это. Про пазию марш. Да, хорошо, хорошо, еще раз скажу. Значит, короче говоря, вот это вот канал, он по факту общенациональный канал, да, американский. Это называется CNBC, да? То есть это крупнейший американский канал. И он, значит, на его сайте сообщается, что они получили данные из Израиля о том, что фазер и мазер вкалывания в руку, оно эффективно против дельта-вируса только на 39%. 39%. Все. Это, как бы, вот сейчас уже последняя, как бы, официальная версия, да? И понятно, что когда время идет, ну, то, что нам, как бы, говорят, да, что время идет, и большая сопля, она становится все более и более приспособленной. То есть эффективность, она постоянно, как бы, снижается вниз, да? И сейчас вопрос, то есть, как бы, естественно, что есть, даже вот если официально в данном мире, да, то есть две кривых. Есть одна кривая по бочек, и есть одна кривая, скажем так, большой сопли. И после определенного момента, да, даже по их логике, если идти, то становится совершенно очевидно, что по бочке, как бы, становятся более опасными, чем само лекарство, скажем так, да? И это, конечно, очень удивительно, что даже вот вполне себе официальных, как бы, изданиях, да, начали такое заявлять. Это, конечно, немного шокирует, да? И вот эти вот две вещи, которые я до этого говорил, что вот в издании The Hill публиковали доклад республиканцев, из которого следует, что сама линия времени, она уже ушла на август, с ноября она уже уплыла на август 2019 года, и там был также еще один момент о том, что рукотворна эта большая сопля или нет. И до этого уже все время говорят, что нет, нет, никогда этого не может быть. Все, кто говорит, что рукотворная большая сопля, они, как бы, враги народа, их нужно, как бы, уничтожить, как бы, из дигитального пространства, и никогда таких показывать, как бы, нельзя, да? А сейчас совершенно официальная версия США о том, что, скорее всего, это оттуда, да? И версия ВОЗа – это о том, что, ну, вполне может такое быть. Вот так вот, да? То есть поменялось. То есть три таких вещи, которые, как бы, ну, просто офигительные. И если вот три таких вещи сменилось, как бы, да, то есть, как вот есть, ну, вот там, грубо говоря, в криминальном каком-то деле есть то, чем делали, есть то, кто делал, есть когда делал и зачем делал, да? И вот тут то же самое, как бы, получается, когда это все началось, это уже все оказалось не так. Потом мы уже узнали, как это делалось, тоже уже все оказалось не так. И сейчас вот с какой эффективностью от способа, как бы сказать, укалывания, да, тоже все оказалось совершенно, как бы, по-другому, чем нам говорили изначально. И я не знаю, как бы, вот, если столько вещей, о которых уже, ну, очевидно, раз об этом в главных медиа говорят, нам тоже, наверное, можно говорить, то почему всему остальному нужно верить, если три таких вот важнейших вещи оказалось, что на самом деле это не так? Кто им верит? Мы не верим. Ну, я всегда говорю с людьми, да, что, как бы, то, что можно нести разговоре с другими людьми, да, как нести информацию, то, что, как бы, неопровержимо, то, что проверено, перепроверено, и то, что можно, как бы, распространять, да, то, что можно другому человеку, как бы, совершенно открыто говорить, не стесняясь, может, он миллион раз за, за, как бы, укалывание, но вот это, вот, как бы, неоспоримый факт. Вот. Понятно. Окей. Ладно, мы тебе желаем приятного аппетита. Всего самого лучшего. Бай-бай. И тебе, Денис, бай-бай. Бай-бай. Зубы-то вымалились, да? Ага. Зубы вымалились. А у него постоянно вываливаются. Еще два дал. Ну, значит, скоро новые растут. Окей, до скорого. Пока. Пока.